И объединение телевизионных компаний представляют. Игорь Лукин решил несколько дней отдохнуть в деревне. Однако отдых внезапно закончился. Не доводи меня до греха! Не доводи! Я тебе дам сейчас! Я тебе дам за всяким! Прубаяц! Не доводи меня до греха! Не доводи! Я тебе дам! Андрейка! Андрейка! Андрейка, стой! Пусти! Все равно с тобой покончу! Я не хочу тащить! Не смей его бить! Люди! Люди, помоги! Серда тут брат брата убивает! Люди! Ну-ка, ну-ка! Э-э-э! Петухи, ну-ка! Разошлись! Вы что, с ума посходили, а? Да! Весело тут у вас! Да уж! На бедокурили! Что до тюрьмы рукой подать? До тюрьмы? Может, я чем помочь смогу? Беда у нас! Муж Серега с братом Андрейкой бульдозер пропили! Что ты сделал? Бульдозер? Детектив Лукин позвонил своим помощникам и коротко описал ситуацию, случившуюся в деревне. Да, и так дело не в проворот, а теперь еще этими алкоголиками заниматься. Ты так говоришь, потому что у тебя погреба нет. А при чем здесь погреб? Ну как при чем? Клиенты – люди деревенские. В случае успеха понатащат всяких припасов. Соленья, варенья, а хранить это все добро негде. Ой, Егор, ты сначала дело распутай, а потом уже о еде думай. Это вы не подумайте! Кровь у Сереги не от полена! Правда! Это Серега еще до повешения с собой хотел покончить. С методом удара головой об стену, с разбега. А вот теперь сидит, ждет ареста. А чего это вы обо мне, как о покойнике? Я, между прочим, еще здесь сижу. Так, давайте по порядку. Кто, за что, почему, где? Серега – бульдозерист в артеле «Новая Зорь». Поехали они с Семиным. Семин – это экспедитор. Ну, короче, сказали нам забрать бульдозер. Бульдозерновый из завода. Получили мы его. Лучше бы я по башке получил, чем этот гребаный бульдозер. Ну, это-то как лазь сбылось. Ну, мы получили этот бульдозер. На платформе мы его доставили до спецавтотехцентра. Ну, чтобы его там обслужили, как положено. А это канитель, между прочим. Вот Серега ко мне и подался. Родня мы, матери у нас сестры. Ну, а Семин там договорился, чтобы побыстрее все сделали. А мы с Андрюхой только сели за стол. А бульдозер уже готов. Еще Лизка пришла, такой скандал устроила. Лизавета – жена моя, она так-то хорошая. Представляете, бутылку почти не початую. Вылила, телефон отобрала, чтобы не потеряли. Ну, мы обиделись, но думать стали, что дальше делать. Ну, в кафе поехали. Ну, вы на чем поехали? Так у нас бульдозер. Ну, тут до мастерских, Андрюхи, 10 минут. Ну, мы там догнались, познакомились с хорошими людьми. Веселые такие, не из райцентра. А что ли стараю, Андрюхи? Лизавета не пустила. Глянь, бульдозера нет. Нет, нет бульдозера. Мы туда-сюда, обратно в кафешку приезжаем. Ну, где пили? Там Тонька. Антонина, она там заведующая. Да. Говорит, пропили, продали приезжим. А денег-то нет. Нет денег. Ну, мы к председателю Лубину поехали, рассказали все, как есть. А он все равно в райцентр собрался. Заяву в полицию собрался писать. Короче, Лубин сказал, что Серегу в тюрьму посадят. Имущество конфискуют. Ну, где нам теперь жить, а? Ну, где наш дом? Нужно же дети. Так, все. В общих чертах мне все понятно. Мне позвонить нужно. Алло, Егор, давай дуй в райцентр, к отделу полиции. Значит, там нужно перехватить председателя артеля Лубина. Но он должен заявление там написать. Ты попроси его, чтобы он повременил, пока я здесь не разберусь. Как выглядит Лубин? Лубин рожа некультурная, материл нас, плохими словами называл. Уйди, Лубин с усами, в спецовке и при галстуке. Слышал? Галстук, спецовка, усы. Да, все понял. Ну что, я была права? Идешь вызволять наших пьянчужек из беды? Иди, иди уже, спаситель обездоленный. А может, это, может, бульдозер-то вас просто угнали, а? Может, не было никакой продажи-то, а? Да была продажа. Расписка есть. Ну, только она мокрая. Ну, то есть, она уже сухая. Алевтин, тащи спецовку. Сейчас. А вы что же, спецовку постирали вместе с распиской? Не-не-не, Серега, как узнал, что бульдозер продал, он пошел топиться, но не смог по причине обмеления речки. Куда смотрят экологи? Что? Ну, я в смысле, природу беречь надо. Так, что здесь? Расписка дана Бузаковым Сергеем. Мною деньги за бульдозер получены сполна. Распись. Вы писали? Мы. Мы. Я. А продажи узнали от заведующей кафе? Да. От Антонины Горшковой. Надо бы и позвонить. Позвонить ей можете? Лизка телефон изобрала. А. А наизусть номер, конечно, вы не знаете. Ну, может, хоть номер жены помнить? Ей бы позвонить, а? А мы с Елизаветой не очень-то дружны. Нам ее номер без надобности. Значит, надо ехать к этой Антонине, разговаривать с ней. Возможно, она этих покупателей знает. Правильно, правильно, поехали. Куда? Вам в таком виде не дальше огорода. К детективу Лукину обратилась Алевтина Бузакова. Накануне ее муж Сергей вместе с двоюродным братом Андреем отправились на новом бульдозере в местное кафе, где под воздействием горячительных напитков продали бульдозер неизвестным лицам. Наутро Сергей обнаружил у себя в кармане расписку о продаже и отсутствие денег. Свидетелем сделки была заведующая кафе Антонина Горшкова. Простите, вы Лубин, председатель строительной артели «Новая Зоря»? «Новые Зори» Лубин Петр Яковлевич. Это я. А вы, стало быть, и следствие будете. Вы хотите со мной поговорить о преступнике, о котором я вам звонил? Не совсем. Я по поводу преступника, ну, вернее, со стороны преступников, как вы их называете, нужно поговорить. Поговорить? Ну, да. Ага. Полиция! Полиция! Я бандита поймал! Да подождите. Держите его! Да, мужики, да вы что? Да вы не так поняли! У них тут целая банда! Они так себя и называют преступники! Игорь Петрович, ну, я одного не понимаю. Расписка ведь должна находиться у покупателя, а находится у продавца. Где логика? Ну, и к тому же, куда удобнее угнать у пьяных бульдозер, не не светиться в придорожном кафе. Да вот и я так думаю. Тем более, что Бузаков-то не владелец бульдозера. Значит, сделка к ней действительно. Но пока что единственная зацепка, я думаю, это заведующее кафе. Вот что, Наташа, ты собери-ка на нее всю информацию. Давай. Значит, расписка намокла в кармане куртки Сергея Бузакова, когда тот пошел топиться, перед тем, как биться головой об стену, собираясь повеситься. Господи, дурдом! А, вы уже здесь. Ну, пойдемте, покажете, где это ваше кафе. Не увязочка вышла. Я ведь думал, вы подельник этого мерзавца, Вовки Семина. Лицо у вас такое, понимаете? Извините. А то, что Серегу посадить хотел, так это я сгорячаю. Так ведь я же тоже не знал, что вы сюда обратились по поводу кражи в артеле, а не из-за бульдозера. Ну, да. Кто же знал, что этот экспедитор такой гадиной окажется? Он ведь всю кассу нашу, подонок, вынес. Мне полицейские сказали, что он уже несколько лет в розыске, а вы его назначили на материально ответственную должность. Ну, выглядит так, как отличник. И не пьет. По роже видно. Кто же думал, что он сейф опустошит? И давно этот Семин в медвежатнике подался. Вроде бы вскрывать сейфы – это не по его части. Да нет. Ключ он в столе лежал. Не знаю, найдут теперь этого Семина, не найдут. А вот ответственность за бульдозера на Сереге была. И что? Ну, Серега, парень, конечно, он безотказный. Семья у него на хорошем счету. Только платить за бульдозер ему больше некому. По миру пойдут. Детей жалко. Да и этого дурака тоже. Слушайте, а давайте поможем человеку. Написать заявление вы всегда успеете. Дайте нам разобраться в ситуации. Глядишь, и ваш бульдозер вернем в целости и сохранности. Ну, а что? Может быть и верно. Что же мы ему будем жизнь-то ломать? Из-за этой железяки клятой. Ну, вот о чем я вам и говорю. Выходная я. Читать умеешь? Антонина Горшкова? Да. Я по поводу Сергея Бузакова. Вы же были свидетелем его неуправомощной сделки. Чего? Ну, вы же видели, как, а главное, кому Сергей продал бульдозер? А, да, все видела. Как бухали они с Андрейкой Фоминым и какими-то пришлыми. А описать пришлых сможете? Да, что там описывать? Ну, ружи такие бандитские. Кстати, а покажите еще раз ваше удостоверение. Я не очень-то рассмотрела в первый раз. Пожалуйста. Детектив. А я по закону с вами обязана разговаривать. А вам есть, что скрывать? Понятно. А ни хрена я тебе не обязана. Вали отсюда, защитник алкашей. Давай, вали, вали. Вам все равно придется пообщаться со следственными органами. А это уже не твое дело. Ну и денек. Представляешь, в этой артели не только бульдозер, но еще и деньги из сейфа пропали. Ну надо же. И что, тоже наш клиент отличился? Да нет. Экспедитор Семин. Его прям при нас в полицию привезли. Он даже не особо и прятался. Говорит, бес попутал. На бульдозер тоже он украл? Да Семин отпирается. Но мне кажется, это его наводка. И что, мы ждем, пока Семин расколется? Да ему на себя лишнее вешать-то не с руки. А начальник артерии только два дня согласился потерпеть. А потом все равно напишет заявление в полицию о пропаже бульдозера. Да, вся надежда только на Игоря Петровича. О! Смотри-ка, легок на помине. Да, Игорь Петрович? Ага, понятно. Ехать в деревню, чтобы Андрей и Сергей были под присмотром? Хорошо, выезжаем. Да, я только хотел пораньше с работы слинять. Фигушки. Елизавета Максимовна, есть кто дома? Есть кто? Зря кричите. Андрюха с утра умотал куда-то. А Лизка сейчас назад куда-то уехала. Ну, почему решили, что уехала? Может, просто в магазин пошла? Лизка в магазин в старье ходит. Ну, она ведь замужем, что ее одежду-то трепать. А тут дорядилась, в город собралась. Я вот всегда нарядная хожу. И дома, и в магазин. Да неужели? А муж не ревнует? Нет мужа. Вы к Лизке по личным делам? Ну. Если по личным, то не советую. У нее Андрюха. Да, да, чуть что-то за полено хватается. Это я знаю. Да про Горшкова хотел поговорить. Про Антонину? Так я вам сама все расскажу. Я и получше знаю, чем Лизка. Только дел у меня много. Так я ей помочь, если что могу. Меня Игорь зовут. Татьяна. Привет. Пойдемте, мужчины, здесь недалеко. Аля, ну что ты такая хмурная? Семина поймали. Значит, и бульдозер скоро найдут. Молчи. Вот пока не увижу его своими глазами, не поверю, что все закончилось. Скажите, а почему Горшкова-то не стала разговаривать с Игорем Петровичем? Может быть, она как-то замешана? Да не могла она. Все страннее с Елизаветой. Поди подумала, что Андрюху тоже в тюрьму посадят. А значит, и Лизе плохо будет. Они всегда держатся друг за дружку. Если загуляю, она меня пуще жены пилит. А вчера даже слова не сказала. И бутылку вчера выставила, чтобы не бегали, мол. Не выезжал бульдозер на трассу? А может, проглядели? Нет, я же следила. Интересно же, как Фомин и Бузаков поддатые поедут. А вот Антонина, она же алкоголь не переносит на дух. А заведующий работает. В кафе? Так от злости. Она мужиков там шугает. Свой-то сбежал. Антонина его поедом ела, а он пил-то всего по праздникам. А когда Андрей и Сергей пришли? А, не налила бы она ему. Так как же не налила бы? Она ж права не имеет, это ж кафе. Андрюхи-то, вы не смешите меня, мужчина. Антонине вообще до лампочки. Не пустила бы она его. А я у Антонина канистру видел. В таких обычно горючее носит. У Горшковой что, машина есть? Откуда ей взяться? Наверное, придется потом дрова дарубить. Заноз посадил. Да бог с ним, с дровами. У меня ведь котел. Пойдемте, я вам палец перевяжу. Ну и чайку попьем. Чайку, вот, конечно. Хорошо. Можно на обратном пути. Наташ, можно тебе на минутку? Да, ну и компания. Слушай, ошибки быть не может. Я только что говорил по телефону со следователем. Он считает, что Семин никак не связан с пропажей бульдозера. И получается, что все упирается в эту Антонину Горшкову. Слушай, а ведь действительно, неужели она вот просто так позволила бы продать чужую технику какому-то левому дяде? Ну вот и я тебе о том же. Она и в накладе не осталась, и сестре помогла. С кем теперь Андрею пить, если Сергея посадят? Вот только теперь непонятно, как ее вывезти на чистую воду. Да, слушай, ты, наверное, ступай к Игорю Петровичу, расскажешь ему наши выкладки. Ну, а я пока тут разберусь с клиентами. Ты уверена? Да, иди, иди. У Сергея Бузакова пропал новый бульдозер. На утро Сергей обнаружил у себя в кармане расписку о продаже и отсутствии денег. Свидетелем сделки была заведующая кафе Антонина Горшкова. Под подозрение детективов попал неизвестный мужчина с канистрой и сама Горшкова. Путает ваш следователь. Я тоже считаю, что Вовка Семин здесь ни при чем. Ты что, Серега? Да Вовка, меня вокруг пальца обвел бы, я не чихнул бы. Да он меня попросил бы, я этот бульдозер ему куда угодно пригнал бы и даже не спросил. А он засобирался сразу. Даже не поинтересовался, где мы остановились. Ну и что делать нам? Я знаю. Сергей, ну хватит уже. Вы сегодня уже и топились, и вешались. Может уже прекратить? Если ты еще хоть раз попытаешься от Семи на тот свет сбежать, я тебя сама прибью. До позднего вечера детективы вели наблюдение за неизвестным мужчиной с канистрой и Антониной Горшковой. Да. Да, Егор. В движух пошла? Это хорошо. Ага. Да нет здесь никого. Угливая ты стала, Тонька. Слушай, кому Тонька, а кому Антонина Петровна. Ты принес? Как договаривались, Петровна. Так пошли уже. Пошли. Не спеши, а то заметят. Да боюсь, упустим. Да не упустим. Да, ты видел у Бугая на плече чехол? Похоже, там оружие, так что надо быть поосторожнее. Ну все, пошли. Что-то они долго по лесу шляются. Как думаете, следы путают? Да вряд ли. Ну давай поближе подойдем, послушаем о чем говорят. Ага. Я по лесу бродить не подписывался. Анима горыч. А без предоплаты не работаю. Но ведь помню уже, где-то здесь. Вот днем точно бы нашла. Кто здесь? Кто здесь? Ты зачем мне удочки сломал? О, я твой бульдозер нашел. Ну и чья интересна была идея угнать бульдозер, а? Моя. Лизка ко мне огородами пробралась. Предупредить, чтобы я им не наливала. Ну, а я ее и подговорила их проучить. А как же эти гости залетные, о которых вы говорили? Да когда Андрюха с Серегой нажрались, та компания ушла уже давно. А я Сереге надиктовала записочку. Якобы бульдозер он продал. А потом, когда он вырубился, в карман ему и подсунула. Интересно, а как они оба оказались утром у Андрея в сарай? Да Лизка под воду подогнала. Ох, и тащили мы этих бугаев. Хотели, чтобы они утром прочувствовали все. Помаялись. Ну, а потом бы я сказала, куда бульдозер отогнала. Сами отогнали. Я до пищевого техникума курс механизаторов закончила. Ну, кто же знал, что они сразу в артель побегут сознаваться. Так почему же вы бульдозер-то не вернули? Так солярка в нем закончилась. За соляркой я ходил. Тонька не хотела на заправке светиться. Они, Тонька, пузырь. И за удочки тоже полагаются. Да фиг тебе, а не пузырь. Хватит уже пьянствовать. А за удочки вон с них спрашивай. Спрашивать будешь? Да пошли вы. Ну, а где же подельница-то ваша, Елизавета? Да она к врачу сегодня записалась. Ну, никак не могла пропустить. А телефон дома оставила, раззяла. Теперь надо думать, как обо всем этом Бузаковым сообщить. Дело-то непростое. Сама натворила? Сама ей объясню. Тоня, ты понимаешь, что ты натворила? Да я сама рисковала. Я не понял. Че там Антонина-то с Алевкиной делит? Может, их разнимать пора? Да тихо ты. Головой нужно думать, Тоня, головой. Слушай, я все правильно сделала. Это им будет урок на всю жизнь. Ну, похоже, самый трудный этап позади. Бульдозера-то нет. Все, я пошла. Нашелся твой бульдозер. Пойдем, в артель отгонишь. Тоня, ты и я. Как же это? Но если вы с Андрюхой еще раз до зеленых чертей допьетесь, я вам по стенке размажу. Здрасте. 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 Здравствуйте. Гостиница привез. Спасибо, но... Большое вам спасибо. Пожалуйста, проходите, проходите. Вот сюда, сюда положите. У нас здесь сидит Наташа. У нее есть погреб. О, погреб, это хорошо. Вы на Антонину с Елизаветой не обиделись за... Обиделись, но помирились. И славненько. Слушайте, а у нее сарай есть? Есть, есть. Вот такой вот большой. Так это... Я сейчас поросенка принесу. Сейчас. Давайте, давайте. Ну, пора сваливать. Так, а это еще что? И куда я все это дену? Спешу тебя обрадовать. Скоро ты станешь животноводом. Клиент обещал принести тебе молочного поросенка. Нет, Игорь Петрович. Ну, скажите, что вы пошутили. Чистая правда. Ну, Игорь Петрович, ну что я с ним делать буду? Не знаю. Да вы что, ну... Игорь Петрович, у меня отродясь, никого больше хомячка не было. Сергей Бузаков работает в артеле на новом бульдозере и больше не пьет спиртного. Подаренный им поросенок отправился жить в деревню к родственникам Игоря Петровича. Субтитры создавал DimaTorzok